Помните, как она сидела? Как струночка. Как приятно было посмотреть, учительница немецкого языка. Все должны. Ровненько спина, это источник вашего здоровья, позвоночных, стержей, организма. Больная спина, больные дети, больные взрослые, больные мамы. Так, места писания быстренько, четко. Бесприкословно великое благочестие тайна. Бог явился в окно, опоздал себя в духе, показал себя ангелом. И по поведению на родах принят веку и в мире. Поднесся во слава и первое Тимофея, 3 глава, 16 стих. Хорошо. Следующий, четко. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16. Кто еще что расскажет нам? Огни. Год наступает дни, говорит Господь Бог, когда я на землю пошлю голым. Не голод хлеба, не жажда воды, но жажда не слова Господа. Жажда слышания слова Господа. Так, а мозг? А мозг? Восьмая глава. Восьмая глава. Восьмая глава. Так, от Луки кто скажет нам? И как хотите, чтобы к нам поступали люди, так и вы поступайте с ними. Лука 6, глава, 31 стих. Полина, громко, быстро. Попомой на Господа, делай добро, зови на земле, и храни истину. Псалом. 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 Так, еще кто что знает у нас? Столько мест писали. Писание учили с вами. Детям. Эфесянам 6. Дети. Дети повинутся родителям своим, ибо это вот... Дети повинутся родителям своим. Господи. Ибо это вот и... Справедливость. Эфесянам 6. Не забывайте, Господи, бывают неверующие родители, такого научат. А вы повиноваться им должны, да? Есть он. Не, он слег, распоил сына. Он ему повиновался. Все, вместе пели, пока не помер. Отец остался, а сын помер молодой. И все. Такое повиновение Богу не угодно. Мы должны с рассуждением, через призму Святого Писания все рассматривать. На первом месте верующий родитель всегда. И то смотреть. Даже верующие люди, бывает, иногда заблуждаются. Потому что, что про неверующих говорить, кто-то... Сатана правит, балл бывает. Так, сегодня новое место Писания разучиваем. Все ушки свои глазки раскрыли. И внимательно повторяем. Благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Эфесянам, 2 глава, 8-9 стих. Благодатью вы спасены через веру. Благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас, Божий дар. И сиение от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Эфесянам, 2 глава, 8-9 стих. Послание к Эфесянам, 2 глава, 8-9 стих. Хорошо. Что такое вера? Это дар Божий. Вера это дар Божий. Ручку поднимаем, когда отвечаем. Хорошо. От нас требуется что Богу? Вот если даже вера дар Божий, что от нас требуется? Наше произволение, да? Наше желание. Бог все в нас совершает. И веру дает. И помогает исполнить желаемое. Только твое соизволение, чтобы ты навстречу Господу шел. Чтобы Бог видел тебя готовым. Не все же люди спасаются одинаково. Как Бог избирает? Он изначально знает. Давид говорит, я еще не родился, у тебя уже были все дни для меня назначены, в книге написано. Потому что у Бога другое там, из вечности у него другое измерение. Он видит, когда ты родился, когда ты помрешь, и с чем ты к нему придешь на суд. С добрыми делами или со злыми. У нас есть возможность для спасения. Для этого наше желание сильное к Богу нужно. Веру просить на Дом Бога. Чтобы подкреплял на мою Господь всегда. Духа Святого проси. На все добрые дела благословения проси. Кто перед школой молится у нас с утра? Поднимите руки. Все дети перед школой молятся, благословляются у родителей? У меня муж не верующий, то я иду что-то делать. Дема, благослови. Он уже знает, что надо говорить с Богом. Хоть и шутка говорит, иди, говорит, с Богом. Благословляй. Итак, я тему сегодня хотела такую осветить с вами, что у каждого человека есть свое предназначение в жизни. Не просто так мы родились. Насчет нас у каждого человека свой Божий план есть. Что-то каждый человек должен в своей жизни сделать доброго. И мы все время должны об этом задуматься. Все время спрашивать. Господи, для чего ты меня в этот мир послал? Для чего ты мне дал жизнь? Что я должен сделать доброго? Чем послужить? Помоги мне открыть мой талант. В чем мое предназначение? Мы должны об этом задуматься. Не просто так мы проели, проспали, кое-как дотянулись, померли и все. В чем-то смысл нашей жизни состоит. Мы не просто какие-то там гусеницы, собачки или еще кто-то. У нас бессмертная душа. С этой бессмертной душой мы придем на суд Божий. Мама. Так, ну все называй. Их всего четыре. Быстренько повторите. Вань, какие многодневные? Великий пост. Рождественский. И еще... Лет он похожий. Петровский. Петровский. Петровский и... В августе какой-то? Что? Успенский. Правильно. Четыре поста. Вот сейчас, с завтрашнего дня, начнется рождественский. И он будет идти до какого числа? Вторая, седьмого января. До седьмого января. То есть шестое еще мы постимся, а седьмое уже расставляем. И что это значит? Это значит, нужно уже начинать готовиться к рождественскому поздравлению, поздравлять общину с этим праздником. И уже подыскивайте себе стихи и подумайте, какие песни, может быть, какую-то новую песню у вас дома. Слушайте, какая-то есть у вас, может, любимая, и на тему рождества мы ее с вами разучим. Я предлагал тете Лине, что те, кто хотят на музыкальном инструменте сыграть в ночном саду, вот я заучила на ночном саду, на баяне. Но ты сможешь его сюда принести, он же тяжелый. Если для тебя это несложно, вы без машины и так далеко вам идти, там, два километра. Там уже, наверное, принесли сюда. Принесили? Ну, если тебе несложно будет, Ваня, это было бы очень замечательно. Так. Кто, может быть, с фортепианой? Нет, с фортепианой мы не пришли, там есть маленькая сколько-то, не знаю, там нет. Да, оно синтезатор, там невозможно, кто на фортепене играет, а на этих маленьких лавишах он не сможет сыграть. Там мимо будешь попадать и все. Так, что Нестер хотел сказать. Ну, тут что-то руку тяну. Так, ну все, посмотрите, да, свои все стихи, песни, кто. И в следующее воскресенье уже варианты предложите. Может быть, кто-то сценку какую-то захочет показать. Вань, ты у нас по сценкам специалист, где Фрося. А где Фрося, Еня? Фрося дома, Еня переводит. Фрося на хозяйстве осталась, да? Ну, вот они, может быть, с Еней что-то придумают. Они в тот раз придумали, сами сценарий писали, может быть, что-то придумали. Да, Тарас? Так, что еще? Тетя Лена попросила стих с вами повторить. Вы учили его, наверное, да? Послание к Ефесянам. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Не стучи ногами. Мы даже, по-моему, учили этот стих уже с вами давно, правда, давно его еще маленькие были. Благодатью вы спасены через веру, и сие. Что значит сие? Мы сейчас такое слово не используем. Это. Это, правильно, Ваня. То есть, и это не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть, не значит, что я сделаю 34 добрых дела, и меня Господь на небо возьмет за это, да? И вот, чтобы вы не хвалились, говорили, что за добрые дела вас Господь на небо забирает. А забирает у нас за что? Спасены через веру. То есть, благодаря тому, что будете веровать, веровать в Господа Иисуса Христа, в Его спасительную жертву. И спасение не от вас, а дар от Бога. Вот что означает этот стих. Дар от Бога. То есть, дар это что? Подарок. Подарок. То есть, а подарок это что значит подарок? Дается просто так, да? За подарок надо деньги отдавать? Нет. Не надо. Покупать можно подарок? Покупать самому себе? Нет, это уже покупка будет, да? А то есть, это подарок, который дается просто так, без денег, без оплаты. А за подарок надо что сделать? Не деньгами заплатить, а за подарок, когда он что-то дает. Вы что делаете? Надо благодарить. Надо благодарить. И мы Господа благодарим. В каждой молитве, каждый раз, когда вы молитесь, что делаете во время молитвы? Благодарим, Господа, утром, вечером, за еду. Что мы? Благодарим. И благодарить надо даже больше, чем просить. Но люди, как правило, просят что-то, да? Сразу что-то надо. Савалей надо попросить, да? Там экзамен надо попросить, там какие-то трудности, путешествия. Просим, просим, просим. А что в первую очередь нужно делать? Слова, словить и благодарить. Вот, и это тоже Господь дает подарок такой. Не одел, чтобы никто не хвалился. Чтобы не было, что люди, вот я столько добрых дел делаю, вот я такая хорошая, я много столько тружусь, вот мне Господь, значит, мне такой подарок сделал, спасение. Или там люди похвалят, да, меня. Нужно рассказывать о своих добрых делах? Не надо. Вот я столько тому дала, я тому помогла, к этому посетила. Я хотел несколько слов сказать, разрешите, пожалуйста. Вот кто у вас отдельно в интернет заходит, без присмотра родителей? Ну, маленькие еще. Ну, взрослые заходят. А другие вот, вчера мне жалоба поступила из другого города. Ну, она мне кто, от племянника, это внучатка уже. Где она там была, куда-то в гости отправили. Даже не верится, что у нас такие дети. Совершенно мирское. Притом верующая семья. И вот фотографируется обязательно сбоку, обязательно ногу саду, то есть чисто мирское. До революционной тысячи фотографий, ни одной такой не найдешь. Она уже себя рекламирует. Ну, ногу сгибает, да что не отстанется, задница маленькая. Тут понятно, все и здесь маленько что-то видно было. А учится еще в школе. 15 лет есть или нет. Я, конечно, буду разговаривать потом. Дальше. Подруга какая-то, тоже, видать, у нас с сережками. Конечно, без платка. Языки вот такие выставили стоят. Это делают только те, которые занимаются очень скверными делами. Через поганый род. Род должен быть закрыт. Нигде не показывайте языки. Меня вчера до содрогания довело это. И сидит в платье, штаны. Мне говорят, как так у вас это уж. Чего-чего от вас не ожидали потерять. Это, ну, уж втроем рассматривали. Я говорю, это, видимо, широкое платье, оно так согнулось. Ну, видимо, нет, бреки надеты. Вот это вот занимайтесь, смотрите. К ребятам нет никаких. Стоит рядом там Ерема. Сматерит пояс у него. Стоит он нормальный. Юноша, видно, что подрастает. Как сатана, это слабое, ну, сестричество нападает. Маленькие. Приучите. Мы даже вообразить не можем за 1300 лет, чтобы, когда и фотографий не было, чтобы хоть одна мусульманка показала язык где-то и стояла там, выгибалась. Они, вон, у кроу рыча 17 лет, все одетые, ну, как голубицы, как будто из нашей общины вышли где-то. Так она все время такая ходит-то. Не мимикрией занимается. Мимикрия-то подделка. В церкви такие, а Вышли знать не знаете. Заложите это. Простите Бога, чтобы этого не было. Вы делаетесь жертвой мир. Это мир. Кто дружбит с миром, это вражда против Бога. Это мирские привычки. Это не просто так вот она там язык высынула где-то. Она уже обмерщенная. А где от родителей, то грудь раскрытая, то без платка. Дети там говорят, почему, а я знаю, я с родителями занимался. Говоришь, они даже не понимают. Тогда фотографию показывают твоя. Зачем тебе вывез такой? Вот он воротник как должен. Воротник должен вот так быть. А у женщины всегда вот отсюда доходят, а дальше вот так вот и туда идет. Какой же это воротник-то? Что показывать-то гнилье черви? Мы все одинаковые. Ты же понимаешь, что это такое? Из священника убили жену и нашли где-то через неделю. И он говорит, я стою, смотрю, куча червей, просто лопатой сгребает. Это я ее любил, я целовал, мне даже не верится. Он сразу принял там, я не знаю, что. То ли в монахи пошел, то ли что. Мы все одинаковые. Поэтому это тело, наш храм, его надо показывать как храм. Но мы не можем так нарисовать, чтобы купол вот так был боком или как-то. А это наш храм, язык выяснилось. И это выставлено на интернет, а родители еще не знают. Учителя, с вас будет спрос. Самый большой со священника из вас. Вы имеете доступ. У нас в лагере этого нет. Кто у нас в лагере были, знаете как. У нас строго в платках. И не обзываться, ничего не кривляться. Они играют, и приятно посмотреть. Успевать закладывать, хотя уже поздно. Вот в это еще маленько можно заложить. До пятилетнего возраста. Более половины, что в тебе будет дальше, как Лев Толстой говорит, получил я до этого возраста. Не слышно, не поют? Нет еще. Нет, как-то запоют тогда, Володя, с ним пройдешь и там снимешь. Вы слышите? Берегите сами себя. Одна жизнь, второй жизни нам не будет данной. Чем ты пристанешь перед Богом? Душа командовать должна над телом, а не тело над душой. Мир этот, ну и мир такой есть. Если ты как попала одета, ну, выше колено у тебя платья. Тебя мир видит, тебя зацепят. Тебе не выйти из этого. А когда ты вот так вот одета, вот так. Даже здесь, которые походливые, с юга бывают там эти рабочие. И они с каким благоговением смотрят. Ой, как одетые, как наши мусульманки. Это сестры наши идут. У него руки опускаются. А так он идет под задницу, пнет ее, показывает, что делает, насилует и проще во Франции. В Дании, везде. К нашим сестрам никто не прикасается. Они Богом хранимы. Так вы себя и держите так. Это одеяние ваше, как броней, закрывает. Даже у нас в лагере не мусульман никого нету. Но девочка, которая берет и читает Библию, тебе ни один парень не подходит. Из-за лика подойдет и обойдет. А к этим прямо льнуть друг к другу хватает, играет. И у нас запрещено, но не досмотришь где-то. Берегите сами себя. Эта жизнь такая коротенькая. Тем более все стоит на грани, вот-вот взорвется. Взорвется. У нас ни домов не будет, ничего. Мы будем на улицу выброшены. Китай под боком стоит. Весь Восток уже занятыми. Отсюда подпирают эти, которые воюют и убивают, голову режут. Вот такие вот, это все уже они отданы в гарем. Восьмилетних отдают. Берегите себя. Благодарите Бога, что вы верующие, что такие у вас родители, столько слышите. Аминь. Мы уже начинаем петь. Ну, слышали? Многие заводят странички в социальных сетях. Ну, мало того, где-то там момент разговаривали, рот открытый получился на фотографии. Но так нет, начинают самые дурные, самые вот такие ужасные фотографии, да их удалить. Ну, где-то разговаривали, сейчас фотографировали, рот открытый или зубы видно. Нет, начинают вот это вот все. Полный рот эти, видите, даже языки высунутые, что уж там они высовывали, языки кривлялись. Так самые вот такие поганые фотографии еще и в социальную сеть выставляют. То есть весь мир, любой человек может зайти, посмотреть, какая ты супер-пупер язык высунула. Три километра. Ну, о чем? О чем это? То есть самые гадостные, самые некрасивые. Да вы их удалите или где-то там раньше вообще никто не видел такие фотографии их. Да даже и такие фотографироваться-то не надо. Нет, еще и выставляют. То есть какое-то безумие. Ну, вы смотрите, да, а вот эти тоже выставляют, эти тоже выставляют. Да они мирские. Вы поймите, они в ад пойдут. Они мирские, они вот это вот все и выставляют. Язык высунутый и раздетый, всякие там в купальниках выставляют. Ну, купались вы где-то. Зачем это все в интернет-то выставлять? Сходились, купались. Нет, надо сфотографироваться. Никто вас там не видел, где вы там, на пруду, на озере, там где-то там в лагере или где. Нет, надо сфотографироваться, надо теперь выставить. Выставляют. Вот красивая фигура. Ну, может, у кого-то там и красивая. А свои там ужасные фигуры тоже выставляют. И вообще ни стыда, ничего нет. А другие заходят, смотрят, да? Поэтому очень-очень следите. Видите, даже из другого города зашли, узнали, что это из общины. И Игнатий Тихоновичу написали. Воспитывайте себе. Пойдемте, уже пить начали. Все, пошли. Потом, просим. Что, нога вылезет? Блин, пойдем. Пойдемте, как подвоящийся Игно. Я, как бы поздно создание наше, Паминуя копейские сьмы человек. Я, как трава дни, но я, как цвет сильный, как вот цветет. Я, как дух пройдем, нервный не будет, И не познает тому место своего. Милой же Господь, от века и до века, На боящихся Его и правда Его, На сыне сынов, хранящих завет Его, И помнящих заповеди Его творите Я. Господь, до небеси уготован Христос Твой, И Царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, Сильные крепости, творящие Слово Его, Услышите, благослови с Его. Благословите, Господа, все силы Его, Слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, На всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И мы не присвоим во веки веков, аминь. Благослови, душе моя, Господа, И со внутреннея моя, Имя Святое Его, Благослови, и си Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Аминь.